Благотворительная акция «Наши дети» вот уже четверть века прокладывает маршруты в социальные приюты, многодетные семьи, школы, интернаты. В преддверии Нового года Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посещает мэр. Ребята показывают сказочное представление, а Бобруйский гуросполком дарит подарки – набор бытовой техники. В такие дни мы не приходим без подарков. И это уже стала традицией. Не только это пополнение материально-технической базы. Это даже элементарно, то, что люди сюда приходят и детям это радуется. Они ждут этого праздника. Театральную постановку для детей показывают учащиеся гимназии колледжа искусств. Под елкой много подарков. Любимое место дарит сертификат на 250 рублей, а компания МТС – головные уборы и игрушки. Целый мешок конфет передает генеральный директор коммунарки, а руководитель ТДА – кровати, шкафы и тумбочки. Мы постоянно делаем ремонты в школах, мы делаем ремонты в детских садиках, также в приютах. Долг и задача государства и любой организации – это оказывать всестороннюю помощь данным учреждениям. По возможности подарить подарки, порадовать детей в преддверии праздника, потому что дети, наверное, как никто, ждут наступления Нового года. Наталья Михала привела дочку в коррекционный центр, когда ей был всего годик. Из-за аутизма Насте необходимы повышенная забота и внимание. Ранее комплексная помощь, ЛФК и занятия с психологом. Благодаря педагогам, настоящим профессионалам и людям с большим сердцем девочка сделала первые шаги. Центр очень помог именно с обслуживанием себя. Она стала умываться, одеваться. Ребенок считает, конечно, до пяти только, но тем не менее она считает, она узнает, называет близких, всех педагогов центра знает уже за столько лет. Здесь обучаются 35 детей. К некоторым учителя приходят на дом, но большинство посещают стационар. Сюда попадают дети с синдромом Дауна, аутизмом, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и задержкой речевого развития. Мы стараемся работать над адаптивной образовательной средой, чтобы деткам было комфортно, чтобы они чувствительны к любым раздражителям, чтобы им нравилось между собой общаться, чтобы они хорошо реагировали на посторонних людей. В коррекционном центре три дошкольных группы и два специальных класса. Держать в руке ложку, ровно сидеть и понемногу говорить – для многих уже колоссальный прогресс. К особенным детям нет особого отношения. Здесь всех любят, как своих. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.